Я когда в детстве был, взял кусок хлеба, на него намазал масло сверху, навалил варенье из банки, который мама сделала. Вышел на улицу, там пришли мои соседи, друзья, ребята, и мы, ломая этот кусок, сидели, рассказывали сказки. Это же через этот хлеб мы попадаем в свои миры, а через шоколад не попадаем. Я думаю, что хлеб еще, Вячеслав Иванович, он несет такую нагрузку, это жизнь. Вот недаром Христос сказал, я хлеб, хлеб жизни, вот он, слово его, то есть это жизнь. Без шоколада можно обойтись, а хлеб всегда был в ассоциациях народных, хлеб это жизнь. Для меня я понимаю, что это правда. Я, извините, вспомнил одну историю, простите, расскажите. Ну, как всегда, я люблю праздники, и вот мы приехали в Берлин, у нас замечательно, как и здесь, вот потрясающе, не ожидали мы. Четыре недели в оперном театре в Майами никто, думаю, еще не пробовал стоять, а нам еще продлили, сделали шесть. Мы здесь такими глазами ходим и не понимаем, почему здесь такое. Может быть, потому что столько испаноязычных, потому что они любят страсти, радости и так далее. Не знаю почему, может еще, может потому что здесь сейчас такое время, когда никто другой не выступает. Мы уже сбились с предположений, почему тут такой фантастический успех, который, наверное, заставит нас приезжать сюда еще и еще. Ну вот, в Берлине мы приехали, в Берлине мы работаем, замечательная публика, такой же успех, как здесь. И мы думаем, ну, надо какой-то праздник для друзей. Друзей полно приходят все, кто там 10 лет с нами не виделся, кто 20 лет, кто вот тут недавно проезжал мимо там в другом городе. И вот собрался человек 30-40, ну, надо какой-то праздник устроить. Мы какой-то нашли маленькую, значит, ресторанчик, называется Сумши. И его держат русские. И эти русские суши приглашают нас туда. Ну, мы думаем, надо что-нибудь такое устроить, такое. Мы говорим, шоколад можете сделать? Ну, никак, ну, такие бывают, такие штучки, он разогревает, льется. И мы, значит, в русском ресторане Сумши, значит, у нас там это самое, мы пытаемся есть вот это первый раз, эту шоколадную какую-то там экзотику. Ну, и, конечно, Мия у нас провокатор. Мия – это моя внучка. Да, приходит, Мия три года, и, значит, пальцем пробует. Замечательно, она пробует уже вот так, значит, потом пробует. Ну, и, конечно, мы сразу ей подражать. Она у нас учитель, она у нас великий учитель игры, праздники и так далее, и так далее. И это начинается мазня на всех. Это весь этот ресторан со всеми стенами был просто уделан шоколадом. Мы все были как индейцы. Люди, которые приходили по улице, смотревшие в окна, тоже получали свое. Значит, ну, началось, это же не просто вот так уделаться шоколадом, началось же творение. Кому-то там виноград, там на голову, сверху шоколадок. Тут это самое. Здесь на уши кому-то уже вешают. Здесь кому-то делают на это самое маленькие, там, не знаю, красоты и так далее, и так далее. Делают костюм уже белый, уже с шоколадными узорами и так далее. Это просто был фантастический вечер. И Мия – провокатор, конечно, мы всегда признаем ее лидерство. Спасибо ей всегда говорим, потому что она находит самые лучшие наши праздничные идеи. Ну, вот то, что вы еще раз рассказали, что вы стараетесь из каждого рядового явления в этой жизни создать праздник. Это великое дело. Представьте себе, Вячеслав Иванович, если бы большинство людей, я не говорю, все хотели бы ежедневно создавать праздник духа и радости, искать эту гармонию в жизни, как бы прекрасно жили, никаких войн не было ни в Грузии, ни в Осетии, ни в Югославии, нигде. Потому что люди бы жили бы, отражая свет и радость Бога. Но я вам скажу, что это заразное. Творчество – заразные вещи. Посмотри, ребята заглядывают. Как только мы начинаем рассказывать про творчество, сюда сразу начинают заглядывать больше людей, чем обычно. Интересно. Да, потому что я увидел, даже вот мы приезжаем в театр, сначала мы выступаем, и все люди, которые помогают на сцене, сторонницы, хихикают, что вы, веревочки какие-то вяжете, не очень нам помогают. На второй день они уже ближе. На третий день они все время стоят в кулисах. На четвертом их вытаскиваем. Из кулис уже на сцену начинают выступать. И в конце уже не поймешь, где местные, где пришедшие, а кто с улицы, потому что тут же с улицы приходит человек, мы его гримируем и отправляем на сцену. И это такое заразное дело творчества. И поэтому вот я показал книжечку про дом. Уже десятки людей, моих знакомых, которые побывали в моем доме, уже делают свои дома красивыми, творческими, неожиданными. Они ищут какие-то решения. Они уже начинают превращать свой дом в сказку. Заражайте, продолжайте заражать мир инфекцией любви. Заражайте любовью. Вы вашим спектаклем и так награждаете мир. Не заражаете, а награждаете мир любовью. А люди заражаются вот этим смехом, вот этой добротой. И я думаю, что это же не заканчивается их посещением театра. А вот как у меня, как у других людей, это продолжает оставаться в жизни. Это самая, на мой взгляд, большая награда для вас, когда человек уносит ваше любовь, вот это добро, вот это состояние света уносит с собой в жизнь. Вячеслав Иванович, Эрнест Химбенгей был такой, знаменитый писатель, которого очень любят в России, любили. Он назвал свою книгу о Париже «Праздник, который всегда с тобой». И для меня, и для множества людей ваше шоу, мы уже говорили немного об этом, это тоже тот неповторимый праздник души, не просто праздник абстрактный, а праздник души, который всегда с нами. Я желаю, чтобы ваше духовное искусство продолжало распространяться по всей планете, чтобы оно сеяло свет и лечило наш больной мир. И не только весь мир, как абстрактное понятие, а каждого человека. Потому что ваше искусство направлено, хотя там тысячи людей, но оно направлено индивидуально к сердцу каждого человека, каждого индивидуума. И согласно нашей традиции, Вячеслав Иванович, пожелайте что-либо нашим зрителям, что бы вы хотели им пожелать, их миллионы, а ваше пожелание одно на всех. Ну, вот вы говорите про Хемингуэя. Я только вчера вернулся из Кей-Веста, потому что ездил специально, тут три часа езды, посмотреть место, где он жил, в его доме. И когда я походил по его дому, все там и все детали его жизни, пытался выяснить и так далее, самое главное, что я увидел, это маяк из окна дома. Это лучшее, что есть в этом доме. И я думаю, что это из-за чего Хемингуэя в этом доме жил. Потому что этот маяк просто выводит его, не знаю, в бесконечность. То есть, когда ты видишь в окно этот маяк, у тебя ощущение, что ты не вот здесь находишься, а везде находишься. То есть, твоя жизнь расширяется до бесконечности. Ну, поэтому, не знаю, вот эта история с маяком, я хотел бы, чтобы у каждого дома появился свой маяк. Чтобы вот он увидел этот маяк в окно, и его жизнь из обычной куда-то потянулась туда, в дате. Спасибо. Да, я вспомнил, что когда он там жил с женой Бетси, она не понимала, почему это он выбирал дом. И он ей пытался объяснить и сказать, что этот дом, я как бы не состою в нем, не нахожусь постоянно в нем, у меня всегда вижу, что есть еще огромный мир освященный, освященный, который ждет меня. Я думаю, что и вы в вашем деле, в вашем великом ремесле, вы продолжаете и были, и есть, будете маяком вот этого света и радости для многих людей. И я просто дополню Вячеслава Ивановича, я хотел бы, чтобы вы, каждый, создали себе в этой жизни маяк вот света, радости, который дарит нам великий клоун планеты, клоун мыслитель, великий комедиант любви, радости и печали, Слава Полунин, Вячеслав Иванович Полунин. Спасибо вам, Вячеслав Иванович. Я очень рад. Спасибо, захвалили уже до предела. А так, для того, что после меня некому было слово сказать. Дорогие друзья, мы, как вы поняли, лучше меня, наверное, что мы вели беседу с великим комедиантом планеты, клоуном мыслителем, клоуном мудрецом, так нужны мудрецы в наше массовое время, клоуном, отражающим любовь Бога к человеку, Славой Полуниной. Мы желаем вам в этой трудной жизни быть радостными, здоровыми и мудрыми. И видеть этот мир, как Слава Полунин, он сегодня сказал, как он видит этот мир, видеть его глазами мудрого ребенка. Наверное, недаром сказано в Библии, будьте как дети. С вами была духовная дипломатия, Слава Полунин и Михаил Маргулис. Берегите свою душу. Всего доброго, благословений вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!